Привет, друзья! Наверное, ни для кого не секрет, что абсолютно каждый человек на этой планете лишь сам выбирает, как ему жить. При этом кто-то только мечтает о приключениях и подвигах, всё так же сидя на своей пятой точке у телевизора, а кто-то воплощает свои мечты в реальность. Ведь как бы там ни было, но по сути каждый человек хочет оставить после себя что-то, благодаря чему его запомнят. Но добиться этого удаётся, увы, лишь немногим. И думаю, именно поэтому история простого англичанина, который берёт своё начало уже в далёком 1962 году, оставила неизгладимый след. Так что же произошло 58 лет назад? Об этом я сегодня вам и расскажу. Человек по имени Брэндон Гриммшоу работал простым редактором лондонской газеты, который так же, как и миллионы людей во всём мире, мог лишь только мечтать о карьере, и скорее всего он бы добился в деле успеха. Но однажды произошло то, что навсегда изменило всю его жизнь. Ну а началось всё, как это часто бывает, из ничего, на одном из служебных мероприятий. Незнакомый ему мальчик лет десяти в шутку спросил у взрослого дяди, а он бы хотел уехать на необитаемый остров. На что мужчина также в шутку ответил. А почему бы и нет? Ответил и вскоре забыл? Да как бы не так. В ту дождливую британскую ночь Брэндон никак не мог уснуть, а вопрос паренька не выходил у него из головы. Мужчина обдумывал всю свою жизнь, а также то, что будет дальше. К тому времени он уже был немолодым, почти сорокалетним холостяком, собственным жильём он также не разжился. Да и вообще перспективы были, честно говоря, так себе, говорил позже Брэндон. И по большому счёту его ничего не сдерживало, не сдерживало изменить всю свою жизнь. И именно тогда у него в голове и возникла идея. И возможно кто-то скажет, что он был очередным сумасшедшим, но уже спустя несколько дней Брэндон стал присматривать себе небольшой островок. Конечно же, большими доходами он никак не мог похвастаться, но у него были кое-какие сбережения, которые он всю жизнь копил на квартиру. И вскоре он решает бросить всё – работу, знакомства и связи. Всё, что нажил за 40 лет своей жизни, и все накопленные до последнего фунта деньги он вкладывает в авантюру. Его выбор пал на небольшой островок Муаен, который относился к Сейшельским островам. Расположен он был в 4,5 километрах к северу от острова Мае и был в длину 480 метров, а в ширину целых 300. Стоит также сказать, что данное приобретение обошлось нашему герою всего 8000 фунтов стерлингов, или почти 13000 долларов на тот момент. Цена его устроила, и уже спустя несколько дней 40-летний англичанин покупает участок суши площадью около 9 гектаров, где уже многие годы не ступала нога человека и переезжает туда навсегда. Стоит также отметить, что в состав Сейшельского архипелага входит 115 островов, из которых только 33 обитаемы. Сейчас это популярное туристическое направление с роскошными отелями и всеми благами цивилизации. Некоторые острова принадлежат миллиардерам. Но в середине прошлого века небольшой участок суши можно было купить за символическую сумму. И именно так и поступил наш герой. Отправляться на другой конец света мужчине было несложно, ведь до этого он уже посетил однажды Африку, и далекое путешествие его не пугало. Когда Брэндон купил Муаен, остров был настолько заросшим, что буквально кокосу было негде упасть. И забегая наперед, скажу, что спустя много лет он привел его в порядок, работая не покладая рук. Приехав на остров, у него было всего два чемодана, и первое время на необитаемом острове он столкнулся со всеми тяготами Робинзона, о которых большинство из нас смотрели только по телевизору. Он оборудовал себе небольшой домик из дерева, а вещей, которые он взял, ему хватило с головой на первый год. Потихоньку он стал облагораживать дикий остров в одиночку. А спустя год Брэндон нашел себе помощника Рене Ла Фортена, местного баригена, который когда-то жил на соседних заселенных островах. Рене помогал Брэндону приводить остров в порядок, добывать пищу, заботиться о птицах и черепахах, сажать деревья. И как они сами говорили, время летело незаметно. За десятилетие пребывания на острове они посадили около 16 тысяч деревьев. А птиц, которым Брэндон дал новый дом, также было несколько тысяч. Но если кажется на первый взгляд, что все было легко, то это далеко не так. Однажды Брэндон привлек птиц с другого острова, но те сразу же улетели домой. Он это делал снова и снова, пока однажды парочка пернатых все же не вернулась на новый остров. Наш Робинзон стал их прикармливать, и со временем птиц на острове становилось все больше и больше. А спустя несколько лет их было уже несколько тысяч. За десяток лет они выстроили почти 5 километров тропинок и создали условия, в которых человек может жить долгие и, самое главное, счастливые годы. И, наверное, сложно сейчас в это будет поверить, но в то время, как Рене приезжал на остров лишь периодически, Брэндон жил на нем десятилетиями, так ни разу и не выезжая за его пределы. Конечно же, вскоре история этого мужчины очень быстро разлетелась по всему миру, и этот человек стал настолько популярным, что журналисты стояли в очереди, чтобы взять у него интервью. И хотя он никому не отказывал, но все же делал он это все не для славы и пафоса, просто любил свой маленький кусочек суши и отдавал ему всего себя. В 1996 году, спустя почти 40 лет пребывания на острове, вышла автобиография Брэндона Гриммшоу под названием «Частички песка. История одного человека и острова». В 2007 году Рене Ла Фортен, единственный помощник и близкий друг Гриммшоу, скончался от рака, а за несколько лет до смерти Рене он стал приемным сыном Брэндона. И с тех самых пор Робинзон остался на острове совсем один. Ему был 81 год, и за все это время он привлек на остров 2000 новых видов птиц и завел больше сотни гигантских черепах, популяция которых была на грани вымирания. Благодаря усилиям Гриммшоу на когда-то пустынном острове сейчас находятся две трети фауны Сейшельских островов, а сам же заброшенный клочок земли превратился в настоящий рай. Да что там и говорить, в 2010 году принц Саудовской Аравии даже предложил Брэндону Гриммшоу за остров нереальных 50 миллионов долларов. Он хотел построить там невероятного размаха курорт. И знаете, какое решение принял наш Робинзон? Конечно же, он отказался. Не хочу, чтобы у богачей остров стал излюбленным местом для проведения своих каникул. Лучше пусть он будет национальным парком, который может наслаждаться каждый человек в этом мире. Однажды журналисты поинтересовались, доводилось ли отшельнику испытывать ощущение одиночества. И его ответ просто убил их на повал. Да, сказал Брэндон. Конечно же, я испытывал чувство одиночества, но это было тогда, когда я снимал квартиру в Лондоне. Со временем на острове появилось электричество и был подведён телефонный кабель. Также Брэндону удалось добиться для острова статуса национального парка. Моэн Айленд Нэшнал Парк. Здесь на один квадратный метр обитает самое большое количество видов животных. Моэн открылся для туристов, но только в рамках короткой экскурсии и без ночёвки. Стоимость входного билета составляла всего 12 евро. В эту сумму также входили отдых на пляже и обед, а все деньги шли на развитие острова. Как бы там ни было, но человек по имени Брэндон Гримшоу прожил счастливую жизнь и прожил её так, как сам того хотел. Не стало же Робинзона в 2012 году. И перед своей смертью он сказал, что если бы у него было ещё несколько жизней, то все их он бы провёл на своём острове, и он ни о чём не жалеет. А сам Брэндон Гримшоу стал популярным на весь мир. Сейчас на острове кроме ресторана есть небольшой музей, часовня, где на доске выбиты имена всех владельцев острова с 1850 года, и небольшое кладбище на три могилы, где похоронен отец Гримшоу и двое неизвестных пиратов. В общем, вот такая вот история простого англичанина, который к 40 годам понял, что хочет изменить свою жизнь. И, как видите, ему это удалось. Друзья, а лично вы бы смогли, как Брэндон, отказаться от благ цивилизации, интернета и прочего и перебраться на необитаемый остров. Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. И до скорого, пока!